Мне часто спрашивают о таджийской кухне, но понятно все знают плов, понятно все знают самсу, это узбекские совместные блюда, но я решил записать маленький влог о тех блюдах, которые малоизвестны, но влог мы все равно покажем, но есть также ряд других интересных фастфудов и национальных блюд, которые малоизвестны, которые касаются Таджикистана. А сейчас мы находимся на центральном рынке Душанбе, на рынке Мейргон, основные продукты это, понятно, фрукты, овощи, фрукты, специи, ну все что традиционно известно на востоке. Начнем с этого, а дальше уже пойдемся по 4-5 на мой взгляд интересным таджийским блюдом. И блюдо, которое я хотел рассказать, иди сюда. Это об помидорах и огурцах, очень качественных таджиембе, это о джоргуте, это по сути кефир, об лепешках, о плове понятно, об овощах, ну еще что-то придумаем, сейчас посмотрим. Субтитры делали. Техлая не стерела скрета. Ооо, да, да, это вообще красота. Душамбе? Наталья Азия должна начинаться и политически, и экономически, и гуманитарно, и туристически только с таджицкого плова. Мы сейчас в Душамбе находимся, и пусть так будет нормально. Вот здесь не желтая морковка, а красная морковка, но еще есть и желтая морковка. Тонко порубленная... Баранина? Баранина. Баранина? Сними ее стол, да, стархан. Сними все, что все видели. Таджицкие мои друзья. Оранжевый лимон Мейера. Хатлоуни называется. Являются одним из брендов современного Таджикистана. Классного бренда. Качественного бренда. Но это уже отдельная история. Вот известные огурцы, даже если маленькие, вкусные, сладкие. Помидоры. Вопросы о масках и пандемии. Вопросы о масках и пандемии. Джургот? Нет, мы его скажем. Ну, тоже есть джургот. То есть, вы видите молочный продукт. Чакар, швитана... Ну, как вкус? Хорошие, нестандартные. но отличается от наших молочных продуктов украине они хорошие и здесь хорошие украине другие тут есть свой привкус это суманат из чего он готовится из лаков да это пшеница национальная будет очень сладко из сироп потому что готовится только раз в год почему разные цвета это первый сорт пшеница это 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 гандум черные кошки советую брать А вот самое известное место, где выращивают известную форель. Вот сами непосредственно питомники, которые еще в Советском стране были сделаны, но потом модернизированы. Модернизированы при независимом Каджихистане. Видно даже этот форель в плечи. Душамбе одна из самых вкусных форелей, которых вообще когда я ел. Это большая, сладкая, это же ресторан, чтобы форель. Они еще этот форель покажут и готовят. Вот такие питомники лимитарные, и место как вообще лекарство. Вот таких вот кафе в Каджихистане очень много, гулмахи, форель. Вот тут форель выращивают, и тут ее готовят рядом. Вот здесь находится непосредственно само хозяйство. в Каджихистане. Вот сама форель, вот ее. В Каджихистане украине тоже подобные? Место красивое. Класс. Лап. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok